Проводите его превосходительство в Ассамблее за слушание заявления его превосходительства Шарла Мишеля, премьер-министра Королевства Бельгии. Я попрошу словно подокола проводить его превосходительство на трибуну. Я рад приветствовать премьер-министра Королевства Бельгии Шарла Мишеля и прошу его выступить перед Ассамблеей. Господин председатель, глава государства и правительства, глава делегации, господин председатель, ваш предшественник, который участвовал на Первой Ассамблее в 1946 году, был моим соотечественником. В разгар Второй мировой войны он заявил, что мы должны воспользоваться исключительными обстоятельствами и воспользоваться шансом для того, чтобы мир достиг существенного прогресса. Сохранить грядущие поколения от войны, вот, уважаемые коллеги, была цель основателей 70 лет тому назад. Всеобщая декларация прав человека освещает основные права и универсальные ценности. Все люди рождаются свободными и равными. Свобода мыслей, свобода мнения, свобода выражения являются основой демократического мира, достоинства каждого человека, где бы он ни находился, кем бы он ни был, какова бы ни была его культура. Уважаемые коллеги, с 1945 года мир значительно изменился. Достигнуты успехи лет 40 тому назад. Мы увидели, что наше поколение сталкивается с серьезными и взаимозавязанными вызовами миграции, климат. Повестка 2030 года призвана придать дополнительный толчок нашим совместным действиям в интересах развития. Как я говорил, мне 40 лет, и я родился после обретения независимости африканских государств. Я убежден, что судьба Европы и Африки тесно связана. Мы можем многому научиться друг от друга, но многому многое потерять от наших взаимных провалов. Колонизация в прошлом. Сейчас у нас есть независимое государство. У меня нет ни ностальгии, ни чувства вины за прошлое. Но я ощущаю свою ответственность. Мы должны оптимистично и без иллюзий смотреть на континенты, которому особенно привержена моя страна, поскольку мы хотим устанавливать с ним откровенные, равноправные отношения. Отношения партнерства, в рамках которого каждый ничему не получает другого. В Африке свыше миллиарда жителей, и она заслуживает и приобретает все более важное место в жизни человечества. Мы понимаем, каков потенциал Африки. У Африки много талантов, у нее много ресурсов. И это народы, которые полны изобретательности. Они берут свою судьбу в свои руки. И это происходит в условиях достоинства, свободы. И никто не в состоянии остановить этот процесс. Уважаемые коллеги, первая убежденность в области требования в области развития – это гарантия личной свободы и прав. Этот год, следующие годы – это годы выборов в Африке. Не существует легистимности без демократии, и не существует демократии без уважения конституциональных договоренностей, уважаемых и населением, и лидерами. Например, в Нигерии проявлена мудрость, так же, как и в Сенегале. И нельзя не осуждать тех, кто пытается свергнуть правительство в Буркино-Фасо. Наоборот, мы должны призвать главы всех государств уважать решения избирателей. Устав Организации Объединенных Наций освещает суверенитет каждого государства. Этот суверенитет прежде всего означает ответственность за то, чтобы уважать общие интересы стран. Суверенитет не может стать предлогом для олигархии. Суверенитет – это прежде всего обязанность народа, который выражает свою волю в условиях свободы. Поскольку свобода и достоинство в конечном счете берут всегда вверх Бурунди, мы приложим все усилия для того, чтобы соблюдать соглашения Баруши и Конституции. Власть пытается удержаться власти любой ценой. К сожалению, эта страна сегодня живет в условиях раскола. Многие покидают эту страну, и именно они являются основной жертвой. Мы призываем установить политический диалог между правительством и оппозицией под эгидой восточно-африканского сообщества. Демократическая республика Кондо – это обширная страна в центре Африки. Она динамично обладает обширными природными ресурсами, но в то же время ее раздирают трагические конфликты, жертвой которой являются на протяжении многих лет население. Не поднимо уважать верховенство, право и Конституции, обеспечить суверенитет этой страны. Не поднимо, чтобы политические деятели этой страны в ходе выборов показали, что они дорожат интересами своей страны и своего населения. Моя страна также активно работает и в районе Сахели в интересах развития. Дестабилизация ситуации в Либии, демократический взрыв и изменение климата создают серьезные трудности, которые хорошо известны. Мы продолжаем поддерживать операцию поддержации мира в Нигерии, в Мали, и будем поддерживать усилия Минусма. Что касается общественной помощи и развития, то необходимо поощрять частные инициативы, а экономическое развитие должно порождать рабочие места, приносить выгоду государству, обеспечивать борьбу с коррупцией и с изменением климата, наращивание инвестиций. Мы должны использовать новаторские методы развития, например, международное сотрудничество. Уважаемые коллеги, все мы все чаще сталкиваемся с ростом терроризма. Наша страна не является исключением. Террористы хотят разрушить универсальные ценности. Они бьют, не разбирая, от этого гибнут невинные люди, и необходимо использовать все для борьбы с этой новой угрозой. Обязанность демократов – это бороться с фанатиками, делать это в условиях соблюдения права, и делать это постоянно, обеспечить уважение индивидуальных свобод. Мы должны мобилизовать полицию, органы безопасности, более активно использоваться на местные органы власти, использовать поддержку духовных и религиозных лидеров. В 2003 году была принята Международная конвенция по терроризму. И я хотел бы здесь обратиться с призывом придать новый толчок этому инструменту для того, чтобы как можно скорее заключить Международную конвенцию и приступить к практическим действиям. Здесь уже с этой трибуны говорилось, что необходимо содействовать решению конфликтов в Либии, в Ираке и в Сирии. В Сирии для нас не идет речь о том, чтобы делать выбор с варварством, фанатиками исламского государства или же, с другой стороны, тирании и уничтожении мирного селения. На наш взгляд, необходимо действовать параллельно, то есть одновременно бороться с ИГ, а с другой стороны, добиться политической передачи власти. Сирия нуждается в прочной конституции, нуждается в законном правительстве. Это единственный возможный путь к миру и стабильности. Мы выступаем за глобальный, гуманитарный, политический подход, и можно предусмотреть даже военную миссию на основе международного права. Мы хотели бы поддержать деятельность специального представителя генерального секретаря Адамиса Тура, который стремится установить диалог между странами. Положение в Либии. Необходимо сказать, что это провал усилий международного сообщества. Она говорит о том, что только глобальный подход может противодействовать террористическим группам. Для того, чтобы поддержать усилия организации обедных наций в пользу политического диалога. Мы констатируем, что войны, конфликты вынуждают население искать безопасность в других местах. 50 миллионов людей перемещены по всему миру. Они рискуют жизнью для того, чтобы бежать от конфликтов. И красноречивым трагическим примером этого является Сирия. Мы должны поддерживать страны, которые сталкиваются с прямыми последствиями этого конфликта. Ливан, Иордания, Турция. И я рад тому, что Европейский Союз решил выделить миллион евро для принятия беженцев в этих трех странах. На Ближнем Востоке мирный процесс замедлен. Для нас статус-код является неприемлемым. Здесь развивается знамя палестинцев. Этот флаг является символом, но символа недостаточно. Более чем когда бы и ни было, нашей целью должно стать признание суверенного независимого палестинского государства, живущего в условиях безопасности с Израилем. Ни обстрелы ракетами, ни незаконные поселения не приведут к этой цели. Я убежден, что Европа должна мобилизоваться и действовать в партнерстве со своими партнерами именно в этом духе. Мы поддерживаем инициативу Франции, направленную на то, чтобы создать рабочую группу, представляющую заинтересованные страны. Уважаемые коллеги, Устав Организации Объединенных Наций освещает принцип суверенного равенства, территориальной ценности и суверенитета. Их необходимо гарантировать. Это абсолютное требование. И в этом случае на Украине необходимо уважать принципы и цели, отраженные в международном праве, в Минском соглашении. Эти принципы должны быть в полной мере осуществлены. В заключении я хотел бы сказать, что мир и безопасность должны оставаться постоянными целями. Но мы знаем, что несмотря на разнообразие государства, цель нашей организации решать с помощью понимания и переговоров конфликты, вместо того, чтобы прибегать к оружию и фанатизму. Мы приветствуем заключение договора с Ираном и договоренности Соединенных Штатов с Кубом. Переговоры могут приносить результаты. И международное сообщество показывает, что каждая страна должна основываться на своих ценностях и на универсальных ценностях. Как сказал президент Обама, выступая с этой трибуны, Иран может бросить представителей оппозиции в тюрьму. Но это ничего не меняет. И я хочу сказать, что современный мир полон противоречий, полон трагедии. Но это прежде всего мир мужчин и женщин, у которых есть мечта, у которых есть надежда и которые любят равенство, разум, изобретательность, творческий подход, уважение и терпимость. Вот наши средства в борьбе с вызовами нашего века. И первый председатель этой Генеральной Ассамблеи уже заявил в ту пору, что мир... Между нынешним и лучшим миром я выбираю лучший мир. Идеальный мир невозможен, а лучший мир зависит только от нас. Лучший мир нуждается в нашем мужестве, в нашем чувстве ответственности и в нашей солидарности. И именно этим заверением я хотел бы закончить все пожелания на этот лучший мир. АПЛОДИСМЕНТЫ